Теперь о событиях дня подробнее. Несколько тысяч упаковок, лекарств и десятки медприборов украдены из Иркутской аптеки. При этом воры не взяли ни дорогую косметику, ни товары, ни личной гигиены. Преступление вообще сопровождает целый ряд загадочных деталей и произошедшее мало напоминает банальную кражу. В этом убедилась Лена Полоненко, когда пообщалась с потерпевшими и полицейскими. Все эти ящики, в моменте, когда мы вернулись, были пустые. До этого они все, естественно, были заполнены, лекарствами абсолютно все. Лекарства из 40 ящиков и с нескольких десятков полок украли из аптеки рано утром. Вынесли все от дорогостоящих до копеечных препаратов. Почти три тысячи наименований. Забрали медицинскую технику больше, чем на 100 тысяч рублей. При этом обошли вниманием недешевую косметику, предметы гигиены и даже деньги. Дневная выручка оказалась нетронутой. Забрали всего две тысячи рублей. Чем вызвана такая избирательность? Вопрос для владельцев аптеки. Кража вообще полна загадочных обстоятельств. Учитывая то, что, как охрана сказала, что прибытие было через две минуты после проникновения, я рассчитывал, что будет просто что-то разбито и беспорядок. Ничего разбито не было. Все шкафчики закрыты на ключ. Как видно, они не сильно спешили. Просто все аккуратно открывали, выгребали. Полчаса. Это минимальное время, с которым можно это все сделать. Преступники проникли через дверь. Не остановили их ни сигнализации, ни датчики движения. Приборы должны были сработать сразу после проникновения посторонних. А преступники даже успели пройти по аптеке и вырвать датчики. Сейчас их заменили. Возле аптеки установлен вот такой вот столбик, чтобы сюда не заезжали автомобили. Так вот, в день кражи он лежал прямо на асфальте. Скорее всего, его снесли на своей машине грабители, когда подъезжали к аптеке. Ведь унести все украденное в руках просто физически невозможно. Сейчас в аптеку уже завезли новую партию лекарств. Ущерб от кражи составил почти 800 тысяч рублей. Деньги для владельцев колоссальные. Даниил вместе с другом открыл аптеку два месяца назад. Молодым людям пришлось взять кредиты и влезть в долги. Но бизнес быстро начал окупаться. Сейчас предпринимателям придется начинать все заново. По факту кражи начато уголовное дело. У следователей несколько версий произошедшего. В этом аптечном пункте отсутствовала система видеонаблюдения, что значительным образом затруднило раскрытие этого преступления по горячим следам. Наличие системы видеонаблюдения могло бы дать нам какие-то штрихи действий преступников, люди, их внешний вид, их характер, поведение. Стоит отметить, что кражи из аптек до Иркутска не редкость, но обычно преступники приходят за деньгами. Так в прошлом году осенью было совершено пять разбойных нападений. Забирали дневную выручку. Какова цель нынешнего происшествия, пока загадка. Правда, во всем этом есть хоть и небольшой, но все-таки плюс. В аптеке не было наркосодержащих препаратов. Иначе неизвестно, какие последствия были бы у кражи. Алена Полоненко, Виталий Перетолчин. Новости по будням.